В Украину прибывает большая мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в составе 500 человек. Об этом на встрече с председателем Донецкой Булгосадминистрации Сергеем Тарутой заявила Верховный комиссар по делам нацменьшинств ОБСЕ Астрид Торс. Во время встречи Сергей Тарутов в приветственном слове отметил, что жители Донбасса подавлены и встревожены сложившейся в Украине ситуацией и снижением уровня жизни. Много тревог, много беспокойства. Жизненный уровень людей, конечно, ухудшился. Очень много людей разочарованных. И властью прошлой, и, к сожалению, властью нынешней. По словам Сергея Таруты, администрация в сотрудничестве с западными партнерами борется с коррупцией, улучшает качество медицинского образования, оказывая помощь незащищенным слоям населения, а также малому и среднему бизнесу. Мы сейчас пытаемся на месте сделать новый образец работы власти. Прежде всего, прозрачность, участие во всех проблемах, которые есть. Говоря о реформировании системы регионального управления в целом, губернатор отметил, сейчас в этом направлении ведется активная работа. Мы ведем диалог с Киевом, чтобы они обеспечивали те обязательства с точки зрения перечислений из госбюджета, и чтобы они делегировали как можно больше полномочий на уровень области, а область на уровне местных громад. Астрид Торс поблагодарила главу региона за информацию, которую он предоставил. По ее словам, выполнение тех задач, которые он перечислил, даже в обычных условиях перед обычным правительством и руководством требует огромных усилий. Переводчицу все узнали, потому что она сопровождала уже не одну делегацию, приезжающую в Донецк. Это свидетельствует о том, что к Донбассу у нас большой интерес, что много международных организаций, зарубежных делегаций приезжает в ваш регион, но наша делегация немного другого толка. По ее словам, задача Офиса Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, изучить ситуацию и действовать как механизм раннего предупреждения, предотвращения возможных конфликтов. И в рамках своего мандата я бы хотела стать механизмом помощи для организации диалога, который бы способствовал разрешению проблемы конфликта. ОБСЕ имеет несколько офисов. У этой организации много аспектов деятельности. В частности, сейчас принято решение, что приедет большая мониторинговая миссия, которая будет работать по всей Украине. Сначала приедет 100 человек, а потом еще дополнительно 400. И для того, чтобы действительно мы смогли способствовать началу диалога, ведению дискуссий, мы попросим уважаемую прессу покинуть зал. Екатерина Загоруйко, Сергей Болдырев, Первый муниципальный.